Здравствуйте, друзья! Это программа Трансферы. Мы возвращаемся обратно в эфир спустя месяц. И в этот месяц произошло много всего интересного. И вот какие команды и клубы мы сегодня будем обсуждать. Итак, у нас на повестке дня «Металлург», «Авангард», «Трактор», «Торпеда», «Сочи», «Амур» и «Нефтехимик». Меня зовут Андрей Юртаев и наши традиционные эксперты здесь в этой студии Леонид Вайсфельд и Артем Башко. Здравствуйте! Добрый день! Итак, друзья, начнем мы сегодня с лидера Восточной конференции, с магнитогорского «Металлурга». В эту команду вернулся прекрасно известный магнитогорским болельщикам защитник Григорий Дронов. Не очень успешный и продолжительный получилась карьера Дронова в Северной Америке. Уехал летом, но так и не сыграв ни одного матча в Национальной хоккейной лиге, вернулся обратно в «Металлург». Леонид, вы вообще понимаете, в чем была идея? То есть он приехал, не сыграв ни одного матча, только там потренировался, вот эти тренировочные товарищеские игры, и вернулся обратно? Я как раз понять не могу, потому что, ну, я почитал его интервью, и смысл такой, что он там посмотрел, там, состав, сложно пробиться, там, а он куда ехал-то? Он что, думал, что он в золотую шайу, что ли, едет? Понятно, сложно пробиться, там, я вообще не знаю таких игроков, которые там сходу прям приезжают, там, защитники и сразу пробиваются. Кто, вот скажи, даже не так на скидку, вот то, что задумался, я к чему говорю так? Фетисов? А? Фетисов? Ну да, когда ему 50 было. Я о чем думаю? Фетисов, ну ничего себе ты сравнил, конечно. Ну и давай, заканчивай. Я просто думаю, что как-то вот действительно непонятно, в чем там идея была, а что он ожидал, что его сразу первую пару поставить, так я не знаю. Но для «Металлурга» это усиление в любом случае, и можно поздравить Сергея Юрьевича. Артем, а ты понимаешь, на что Дронов рассчитывал во время поездки? Для меня вообще какая-то непонятная ситуация, какой-то финт ушами вроде ехал в Аризону, оказался в Каролине, но мне кажется, что в Аризоне в состав пробиться было намного проще. Не, неправильно ты говоришь, ехал в Аризону, приехал в Каролину, оказался в «Магнитке». Оказался в «Магнитке», да, конечный пункт действительно «Металлург», но я соглашусь с Леонидом, то что, наверное, для «Магнитки» это усиление, и в принципе, если мы вот так возьмем первые полтора месяца на старт сезона, то линия обороны вызывала определенные вопросы, но с появлением в составе Керана и Дронова, как мне кажется, и линия обороны стала очень крепкой, стала разнообразной и весьма вариативной. Так что Дронова, я думаю, ждали, надеялись, что он вернется, и в связи с этим пришлось освобождаться от «Хохлов». Ну, кстати, вот перед тем, как поговорим о «Хохлове», вот первые матчи Дроновой меня так немножко удивило, то, что он сходу там стал играть по 20 минут, то есть обычно все равно игрокам нужно время на адаптацию, там, набор формы, Дронов как будто бы и предсезонку с «Магниткой» прошел. А Рибыкин сказал в интервью, он приехал в великолепной форме, мы посчитали, что он может играть. Ну, то есть не зря, в общем-то, съездил. Да, потренировался, подготовился, что в лагерь съездил. Хорошо, про Илью Хохлова уже вот Артем сказал, поэтому давайте вот просто вот прямо, то есть уход Хохлова – это прямое следствие возвращения Дронова. Ну, смотри, тут несколько моментов, о которых нужно сказать. Первое, то, что, как я думаю, выбирали из трех защитников, которые пополнили состав «Магнитки», от кого избавляться. Это Орехов, Еременко и, соответственно, Хохлов. Хохлов самый дорогой, он вообще один из самых дорогих защитников «Магнитки». У него там около 40 миллионов, у этих двух ребят по 20. То есть лучше избавиться от одного и оставить двух. Что касается Еременко, праворуки защитник, атакующий, таких в «Магнитке» нет. Есть Минулин, есть Зимчонок, но это, по моему пониманию, больше разрушителей. Праворуки защитник под большинство нужен, все-таки сезон длинный, пойдут травмы. Что касается Орехова, весьма скромный контракт, парень молодой, в отличие от Хохлова, помоложе, еще не достиг своего пика. И я думаю, что есть определенные зоны роста. Ну, а Хохлов самый дорогой из этой троицы, я думаю, что и особо-то не впечатлил. На старте сезона лучшего хоккея от него ждали. И так получается вообще, что в командах «Разина» Хохлов расцветает. Была попытка в Сибири показать себя, там вообще стал игроком ротации, в состав не всегда попадал «Магнитка». Вообще команда другого уровня. Тут, я думаю, тоже большего ждали от Хохлова. Поэтому расставание с Хохловым, как мне видится, вполне логичный шаг. И, собственно, ту сумму денег, которой было необходимо, под Дронова освободили. Хорошо, Леонид, а вот мы сейчас видели уже фрагменты матча Ильи Хохлов за «Нефтехимика». Он там вышел сразу же в первой игре, набрал два очка. Вот, для «Нефтехимика» можно сказать, что Хохлов – это такой потенциальный лидер команды или лидер обороны? Ну, лидер не лидер, но усиление 100%. Другой вопрос, я что-то сейчас слушаю Артема, что он такой самый дорогой. А что там у Нижнекамских появились деньги? Да нет, Нижнекамский просто подбор исполнительный. Нет, а контракты надо сохранять? Ну, я думаю, что и с «Магниткой», наверное, как-то неплохо договорились. Я думаю, он, может быть, мог опуститься. Дронов, наверное, своего контракта. Опуститься немножко мог Хохлов? Не-не, на самом деле, для «Нижнекамской» это хорошее приобретение. Ну, то есть, кто-то же должен присесть там у «Нефтехимика». Ну, там есть кому. Не волнуйся. А «Витю» присядет. Ну, ладно. Хорошо, еще один игрок, с которым «Металлург» расстался, помимо Ильи Хохлова, это молодой нападающий, 19-летний Никита Гребенкин. И он поехал в аренду в Хабаровский Амур. Я вот, если так вспоминать, претезонные матчи, где у «Магнитки» много молодежи и системы выходил на лед игроков. Вот единственный матч в молодежной лиге в этом сезоне, где играл Гребенкин. Еще и Юров тогда спустился за остальных лицев, сыграл он матч. У меня было ощущение, что Гребенкин даже, может быть, поинтереснее, чем Данила Юров выглядел вот в тех играх. Но Юров остается, Гребенкин уезжает в аренду. То есть можно сказать, что Юров все-таки сильнее, например, чем Гребенкин, если их сравнивать? Просто ситуация, что нужно кому-то было давать шанс проявлять себя в другой команде, держать двух молодых, не было никакого смысла. И, наверное, на данном этапе Воробьев посчитал, что Юров больше подходит к команде. Но все-таки он поопытнее, он уже и в прошлом сезоне играл. И, как мне кажется, он более разноплановый. И Ки, все-таки Гребенкин – это типичный край. А Юров, как мы видим, может сыграть и в центре. Центр – позиция дефицитная. Я уже говорил о том, что сезон длинный. Мы видим, что во многих командах есть немало травмированных игроков. И вот эта разноплановость Юрова, его универсализм, наверное, сыграли в его пользу. Что касается Гребенкина, то, как мне кажется, ему этот переход, безусловно, пойдет на пользу. Потому что уровень молодежной хоккейной лиги Гребенкин перерос. В прошлом сезоне он просто доминировал в Стальных Лисах. И это вот тот случай, когда за счет него его партнеры по тройке набирали много очков. Там Играс и Захаров. Там такие передачи в каждой игре получали. Там в каждой игре по два, по три стопроцентных момента имели. И эти моменты для них именно Гребенкин создавал. Ну вот сейчас мы видим, Гребенкин не просто начал играть за Амур, он уже и забросил первую свою шайбу в континентальной хоккейной лиге. И таким образом у Амура есть три арендованных игрока. Теперь это Лихачев, уже участник матча звезд, арендованный из локомотива, это Дублакин, арендованный из Сибири тоже уже за Амур забивает. Ну и вот, соответственно, Никита Гребенкин. Леонид, как вот вы считаете, может быть, это такая стратегия Амура, может быть, это можно вот как бы такую долгосрочную вообще стратегию Амура рассматривать, что мы берем в аренду молодых игроков и вот за счет этих хоккеистов, ну как-то идем вперед, там набираем очки, побеждаем. И занимаемся благотворительностью. Почему? Вот побеждаем же. Забивают они, мы набираем очки. Нет, вот так как стратегию это можно рассматривать. Для меня, вот это, я вообще, я всем задаю вопрос, да, и мне никто на него не отвечает. Вот, что получает в данном случае Металлург, мне понятно. Кстати, я с тобой согласен, Гребенкин очень хорошо на пресс-сеномке выглядел, он мне прям очень понравился. Он, Гребенкин, вот, если ты, вот эти матчи, которые он играл там за Металлург, да, ты приходишь просто вот там попкорн посмотреть, хоккей без всякого, задачи без всякого, и ты Гребенкин бросается в глаза, понимаешь? Ну, по крайней мере, вот так вот я помню. Так вот, что получает Металлург, мне понятно. Что получает Гребенкин, мне тоже понятно. Что получает Хабаровск, понимаешь, в чем дело? Смотри, вот эти ребята, они здорово играют. И Лихачев, и Гребенкин, и Дубакин. Они молодцы. Но они не решат им задачи в этом году. Они что, их в плей-офф вытащат, эти трое? Не вытащат. А если они будут хорошо играть, в конце сезона там будет легкое пожатие руки, спасибо большое, и люди поехали в свои предыдущие клубы. Вы-то что получаете, хоть объясните мне. Вот это я понять не могу, просто не укладывается в меня в голове. Вот я в аренду не брал людей, даже когда в Новокузнецке, мы уже в школе у нас закончились игроки, мы уже пошли в детский сад там, и оттуда брали в первую команду. Но мы в принципе не брали. Я вообще, вот я не вижу никакой выгоды из этого, вот просто не понимаю. А почему они не затащат там уже в плей-офф? Хорошо, допустим, свершится чудо, и они их затащат в плей-офф. Ну, затащат, хорошо, они проиграют 4-0 в первой серии, закончат сезон. На следующий год опять у них дыра в составе трех ведущих игроков нет. Ну, новая аренда. Ну, единственный, конечно, аргумент, они сказали, что у них 26-й год по плану Кубок Гагарина, до 26-го года, конечно, можно экспериментировать. Ну, других я не вижу вообще. Слушай, я думаю, что ситуация простая. Легионерский рынок пустой, и просто привозить абы кого нет никакого смысла. И вот на данный момент это оптимальный вариант. Брать топовых молодых ребят в аренду для того, чтобы решить 7-минутные задачи на сезон. Через год ситуация, может быть, поменяется. Может быть, легионеры к нам поедут в плей-офф. А через год, может быть, ситуация поменяется. Может быть, легионеры к нам поедут. Может быть, у Амура станет бюджет выше. Я не знаю. Но там уже можно будет кого-то выбрать подостойнее. Сейчас просто ситуация патовая. Некого выбирать. Это утопическая совершенно идея. Просто это вот... У меня нет слов. Я вот в высшей школе тренера читаю лекции. Я им говорю, так делать нельзя. Я единственное оправдание этой ситуации вижу. Ну, это сейчас придумал себе. Ну, я так вижу. Я не знаю. А как по-другому? Ну, а что другое? Давайте самого Никиту Гребенкина послушаем от стратегии Амура. Отойдем. Вот как сам Гребенкин комментирует свой переход в Хабаровскую команду. Когда я узнал, что перехожу в Амуру, были позитивные ощущения. Приехал в команду, понимал то, что должен доказывать, то, что могу играть в КХЛ. И самое основное – помочь команде побеждать и выходить в плей-офф. Мужики, ну, я думаю, повторяюсь, то, что прошло то время, когда старшие как-то негативно или не помогали молодым пацанам. Сейчас уже другие времена. Старшие подбадривают, подсказывают. И в этом плане все хорошо. Вдохновляет, в общем, то, что молодые пацаны в КХЛ начинают набирать обороты. Им начинают доверять. Ну, и ехал в Амуру, понимая то, что будет какое-то доверие, которое нужно будет оправдывать. Это был Никита Гребенкин. А мы давайте поговорим теперь о следующей команде. У нас на очереди омский авангард. И понятно, что эту тему уже, наверное, обсудили все и во всех эфирах. Но мы же все-таки программа трансфера. И для нас тренерские отставки – это, ну, скажем, профильная специализация наша. Поэтому Дмитрий Ребыкин – это первая тренерская отставка сезона. Авангард уволил своего главного тренера. И сейчас уже некоторое время прошло. Поэтому вот, Артем, сейчас так вот спустя какое-то количество матчей, которые авангард уже без Ребыкина сыграл, можно ли сказать, в чем была основная проблема Дмитрия Ребыкина? Почему вот он так вот и доработал до своей отставки? Думаю, тут целый комплекс проблем. А что касается самого Ребыкина, то, как мне кажется, ему не удалось стать таким же жестким и требовательным, как Боб Хартли. Все-таки вот по первым матчам авангарда, да вообще по первому месяцу, было видно, что очень много мелочей, на которые Хартли обращал внимание, с Ребыкиным не работают. Даже вот постановка клюшек в своей зоне, я на это всегда обращал внимание, как было при Хартли, как при Ребыкине. Очень много индивидуальных ошибок, за которые Хартли, как мне кажется, серьезно бы покарал, наказал. Его боялись, Ребыкина, как мне кажется, не особо боялись. Ну и, возможно, уже на каком-то этапе произошел некий конфликт интересов с игроками. И уже психологические игроки не хотели за Ребыкина биться. Но я бы сказал о том, что и селекционных просчетов много. Так что это просто Ребыкины сделали крайним. Селекцию тоже провалили. Не нашли достойного вратаря, не нашли замену ушедшим Поке Каске Емелину. Ребятам, которые во многом определяли игру в большинстве и в меньшинстве. Пок и Емелин шайбы на себя ловили, играли очень самоотверженно. Каске, соответственно, отлично выглядел на синей линии, на чужой синей. Ну и не решили проблему со вторым центром. Потому что Бродхерст – это человек, который должен связывать людей во второй тройке. А сейчас мы посмотрим, у Авангарда только одна тройка более-менее играет стабильно. Второе за вино, оно пока вот так вот гуляет с большими перепадами. И, возможно, именно поэтому и Грицук пока не может себя найти. Леонид, а вот смотрите, Дмитрий Ребыкин сразу же, сразу же после валения из Авангарда стал помощником Воробьева в Металлурге. Как вот вы можете оценить этот переход? Потому что, ну, часто тренеры берут паузу. Или, например, говорят, нет, я только главный, я не пойду помощником. Почему вот Ребыкин вообще без какой-то передышки и с некоторым таким понижением в статусе отправился в Металлург? Я думаю, что в моем понимании Ребыкин элитный помощник, ну, старший тренер элитный. И вот что мне нравится, я всегда говорю по поводу Ильи Воробьева, он все время пытается себе подобрать очень сильных помощников. Вот такая одна из больших ошибок тренеров, которые вот берут вот слабых помощников, там боятся, что подсидят. Я уже не знаю, чего они там боятся. Но я всегда говорю, что вот эти помощники, они должны усиливать главного тренера. И что касается Металлурга, вообще, мои поздравления, это хорошее приобретение. Что касается вот Артема, я слушал. Я не думаю, что они, назначая Ребыкина, видели там какой-то клон Хартли. И мне кажется, вообще любому человеку, не только Ребыкину, сложно в таком же стиле работать. Хартли – это как бы отдельная история. Единственное, вот я почитал интервью Ребыкина, и он говорит, вот там мне то не дали, это не дали, там игроки не те, там усиления не было. Минуточку, ты поставил подпись под контрактом. Ну, ты поставил подпись под контрактом. Ты же, наверное, знал, что будет, тебе же предупреждали. Ну, соглашусь с Артемом, что действительно, в какой-то степени его сделали крайним, в какой-то степени. Ну, там точно не один Ребыкин виноват вот в этой истории. Хорошо, теперь в качестве исполняющего обязанности в авангарде главным тренером является Михаил Кравец. И Кравец некоторое время был уже помощником у Ребыкина, соответственно. Так что, Леонид, вот тот же Ребыкин говорил, что назначение Кравеца не согласовывали с Ребыкиным. Можно было ли вот уже тогда расценить это назначение с таким вот прицелом, что Кравец может Ребыкина и сменить? Если не согласовывали, то да. Были ли предпосылки к тому, чтобы именно Кравец становился главным тренером в авангарде? Ну, с другой стороны, если так взглянуть на свободных тренеров, не такой уж и большой выбор. И я даже не представляю, а кто. Ну, у них, я так понимаю, идея была такая, как мы сейчас предполагаем. Мы не знаем, мы предполагаем, да? Что они хотели там подстраховаться, взяли ассистентом главного тренера человека, который гипотетически может стать главным тренером, и выбрали кандидатуру Кравеца. Хотя вот Хабаровск сказал, что квалификации Кравеца недостаточные, чтобы в 26-м году Куба Гагарина выиграть. Поэтому я не знаю, как они там... Поэтому Амур и проиграл потом в авангарде. Да. Так вот, что приходит на ум? Свободные, Квартальных, да? Пошел бы Квартальных помощником к Рябыкину? Я сомневаюсь. Вот. Понимаешь? А что, кто еще свободный из России? Вы же просто подкладываете бомбу тогда, вот сразу. Да. Ну, значит, там минеры работают. Хорошо, Артем, вот прикравец авангард сыграл несколько матчей. Изменилось ли что-то в игре? Стало ли лучше? Ох, ты знаешь, сложно. Очень короткий отрезок. И зачастую так бывает, что вот на этом этапе, первые 5-6 матчей, команда играет просто на эмоциях. Именно которые возникают после смены главного тренера. А вот потом уже наступает отрезок, когда тренер либо привносит что-то свое, помимо вот этих ментальных вещей, либо не приносит. Поэтому вот мне бы хотелось еще в ноябре посмотреть на авангард. Там и будет немало матчей с сильными соперниками. И вот тогда, наверное, будет понятно, что поменялось с приходом Кравица. Потому что, да, Кравица – это вообще такая первая большая команда в карьере. У него был там чуть-чуть СКА. Ну, там чуть-чуть, там и О, да. Я скажу, что с таким набором личностей непросто работать. И нужно тут еще и очень хорошим мотиватором, психологом быть. И тактически определенные вещи поменять. Потому что этот факт авангард пропускает очень много. Очень много. Да, ну вот мы видели, они сыграли на ноль. Впервые в сезоне. Да, кстати, в первый матч. Ну, там еще один матч был, когда Юрову гол фантомный засчитали. Там, кстати, тоже могла быть игра на ноль. Ну, кстати, вот что касается игры с Борисом, они просто какую-то фантастическую игру показали. Ну, я вот всю игру сидел, смотрел, и у меня вот мысль не покидала. Это Борис такой слабый или Омс такой сильный? Потому что Борис там просто беспомощный был в этой игре. Тут правильно Артем говорит, что сложно, надо хотя бы посмотреть там в динамике. Хорошо, но еще одно приобретение авангард сделал, подписали защитника Зиата Пайгина. И мы его обсуждали еще и до этого, когда он приходил в торпеды. Но вот видите, в торпеды Пайгин не задержался. Более того, он в торпеды не всегда попадал в состав. А теперь вот он в авангарде и сразу же играет и в большинстве, и тоже большое количество игрового времени. Он забил здесь в большинстве. Артем, ну что, можно сказать, что Пайгину не подходила система игры в торпеды, что ли? Мне тоже сложно сказать, что в торпеды было не так. Я так понимаю, там какие-то разночтения именно с тренерским штабом были. Что касается авангарда, то... Ну, то есть, давайте к негде. Не знаю, может быть, на мясо налегает, да? За гарнирами. Я думаю, что авангарду все-таки нужен еще один защитник под большинство. Береглазов для второй спецбригады это неплохой вариант, но вот в первую спецбригаду, как мне кажется, замену каски не нашли. Все-таки Ярош мне видится более таким оборонительным игроком. Он пожестче, он помощней, но такой еще потенциал того, что было каски, у него нет. И, собственно, взяли Пайгин для того, чтобы вот эту проблему с большинством решить. Тем более, на данный момент у Яроша травма, он вообще не играет. Так что тут двух зайцев убили на этом отрезке. Посмотрим, что у Пайгина получится. Мне самому будет интересно за ним посмотреть. А вот, Леонид, ну, смотрите, ну, хорошо, допустим, надо Яроша заменить. Но Яроша она или поздно выйдет, а Пайгину трехлетний контракт сразу дали вот так сходу. Не уявляет это? Мне кажется, это вообще неправильный посыл. Там никого никто не менял. Просто подписывают игроков, которых они считают, они на данный момент сильные. Я про Пайгина хочу сказать. Мне он всегда нравился, вообще всегда. Но меня немножко смущает вот эта история. У него все время где-то какие-то проблемы возникают. Вот после Сочи он как-то так, скажем так, вот в Сочи он отыграл такой фантастический сезон, матч звезд, там здорово играл, там очков набрал, да, и позиционировался как прямо вот защитник первой пары большинства и так далее, тому подобное. И так он нигде, по большому счету, на этот уровень и не вышел. Вот я с ним не работал никогда, но вот со стороны, как я смотрю, мне он очень нравится. Но почему у него вот эти вот проблемы возникают постоянно, наверное, в Нижнем Новгороде они же не дураки, что просто так взяли и отпустили игрока. Наверное, какие-то есть причины. Хорошо, давайте к следующей команде. Это тоже восточный клуб и это Челябинский трактор. Несколько интересных изменений в составе произошло. Ну и одно из таких самых, может быть, громких – это подписание Сергея Шумакова. То, о чем мы говорили, начиная с лета, подпишет ли Шумаков контракт с кем-то. И вот этим клубом в итоге стал Челябинский трактор. Вот за 8 матчей, которые Шумаков успел уже провести за трактор, 2 очка, 1 плюс 1. Реолит, оправдывает ожидание Шумаков, сейчас выступая за Челябинскую команду? Ну, ты понимаешь, в чем дело. Скажем так, то, что Шумаков так поздно подписал контракт, это же не вопрос его квалификации или мастерства. Это же вопрос денег, они там договориться не могли. Что касается его нынешней статистики, я думаю, тоже ничего удивительного. Он пропустил предсезонку, он не работал с командой. Дронов пропустил предсезонку. Дронов прошел предсезонку с двумя клубами НХЛ. Чего ты сравнишь? Так вот, это индивидуальная подготовка. Игроки, они сколько угодно могут говорить, что у них там какая-то система, что они готовятся. Эта индивидуальная подготовка не дает такого эффекта, когда ты работаешь в команде. И то, что сейчас у него пока результативность не на таком высоком уровне, это объяснимо. Весь вопрос заключается в том, как он вообще этот сезон отыграет. И в конце сезона будет понятно, сколько он на самом деле стоит. Столько, сколько ему сейчас дали или столько, сколько он хотел. Артем, а ты как считаешь, трактор стал сильнее сейчас с подписанием Шумакова? Прямо сейчас точно нет. Потому что если так вот посмотреть, когда Шумаков свою последнюю игру проводил, там месяцев 7-8, наверное, будет. Это очень много для хоккеиста. И я думаю, что вот как раз сейчас Шумаков пока только набирает кондиции через матчи. Потому что тренироваться сейчас некогда. Игры идут практически через день, ну там через два дня. В таком графике можно форму набирать только через игры. Понятно, есть велосипед, есть тренер по физподготовке, но это все не то. Ты не работал 7-8 месяцев с командой, не играл. Это всегда очень тяжело. И второй момент. Мне видится, что стилистически трактор это не совсем та команда, которая Шумакову подходит. Все-таки Анвар Рафаилович, он больше заточен на такой оборонительной модели игры. Ему больше нравятся универсальные форварды. А Шумаков свои сильные стороны раскрывает непосредственно в атаке. И ему нужны вот такие же партнеры, как он сам. Вот в «Авангарде» был такой отличный пример бэк, с которым они прекрасно взаимодействовали, особенно в большинстве. В «Тракторе» мы видим Шумаков в третьей тройке. Партнеров такого уровня нет. Игровое время не такое высокое, как в «Авангарде». Поэтому я, честно говоря, не верю, что Шумаков какой-то фантастический сезон проведет. Ну, посмотрим опять же. Но «Трактор» атакующую линию усилил с Сергеем Шумаковым. А вот вратарскую бригаду «Трактор» продолжает собирать. Потому что Эндрю Хэммонд, вратарь из Канады, который приехал, после двух матчей, вот, да, его статистика, за эти две игры, в общем-то, уже перестал быть игроком «Трактора» и уехал обратно. Я вот так же, как вот про «Дронова» спрашивал, кто-нибудь понял, что это было. Да, вот что это было? Вот Леонид, Эндрю Хэммонд приезжает, проигрывает и уезжает. Ну, здесь-то понятно. Как я, по моей информации, у него какая-то там травма, которой они там то ли умышленно скрыли, то ли руководство «Трактора» не знало, которое требует там длительного восстановления, и это не дает ему возможность играть на полную силу, и поэтому они расстались. У меня вот такая информация есть. Зачем тогда он вообще приехал, если он знал, что не может играть в полную силу? Хороший вопрос. Наверное, увидел цифры, количество нулей после запятой, и сказал, я даже на костылях там буду играть. Хорошо. Артем, а как вот ты считаешь, он проиграл два матча, причем это были матчи с сильными командами, там был Салават Илаф и Металлург. Если бы, допустим, он выиграл, мог бы он остаться еще на какое-то время? Ты знаешь, так получилось, что я об матче комментировал, и я, в принципе, не могу сказать, что Хэммонт там привозил. Там голы такие были, что сложно было, там магнитка разрывала, там три шайбы до пустых ворот, с Салаватом тоже такие шайбы, ну может быть один гол, там двух матч, но вообще, конечно, это селекционный просчет. Это селекционный просчет, и если ты везешь в артаре «Легионера», то как-то за это нужно отвечать. Тем более они бригаду с Гариповым должны были составлять. Ну да, но там же в Челябинске уже приняли решение, от одного человека отказались, который занимался как раз подписанием хоккеистов. Так что, наверное, выводы какие-то сделаны, но с другой стороны, сейчас найти вратаря «Легионера» крайне сложно. Да, ну как эта вратарская бригада у «Трактора» будет выглядеть, мы пока, честно говоря, не знаем окончательно, но новый вратарь «Трактора» это приехавший в аренду Алексей Мельничук, который начинался в Сочи. Давайте сначала самого Мельничука послушаем, ну а потом обсудим этот переход. Как вливаешься в новый коллектив, в новую команду? Как приходит твоя коммуникация опять же с ребятами, кого уже знал? Да, влился за секунду, как говорится, потому что многих знал ребят уже, с кем-то играл вместе, с кем-то пересекались где-то, и очень понравилась атмосфера в команде, все на позитиве, все честные, все работяги, и все будет хорошо, то есть я очень рад. С кем рядом сидишь в издевалке? Я с Шумаковым сижу рядом, а второго пока не видел, потому что на лед раньше ушли вратарями. Общались с главным тренером, я как приехал, у меня была отдельная треновка от команды вратарская вечером, и там был весь тренерский штаб, то есть я со всеми пообщался. Нварь Рафаэловича знал до этого, мы в Питере с ним играли, и он мне тогда помогал, подсказывал, и я очень рад поработать опять под его руководством. Это был Алексей Мельничук, ну и вы видите вот этот антураж за его спиной, пальмы, потому что Мельничук из Сочи приехал, ну я даже не знаю, может в Челябинск не доехал еще, потому что сразу же первая игра у него была за тракторами. После первой периоды поехал. Но первая игра за трактор у него была именно в Сочи против своей бывшей команды. Артем, а вот ты как считаешь, если он в Сочи проиграл, получается, конкуренцию третьяку трактору, то как он вообще сможет помочь? Ой, сложно сказать. Я, честно говоря, помню другого Мельничука. Пару лет назад все-таки подавал очень большие надежды и играл очень неплохо в Петербурге. Я думаю, что сыграл тот факт, что Анварго Театулин несколько лет назад как раз-таки работал в Северной столице и Мельничука каждый день видел. Но, знаешь, два года, два-три года – это такой срок, за который очень многое может поменяться. Все-таки это вратарь, и ему-то в отличие от полевых игроков ошибаться нельзя. Там за спиной уже нет никого, кто бы эту ошибку исправит. С другой стороны, сейчас Проскуряков выступает выше своих возможностей. То есть я, честно говоря, не верил, что парень в 35 лет, по сути, будет основным голкипером трактора. Он Гагарипов съел, Хэммандо съел. Ну, все-таки давайте реально смотреть на вещи. 35 играет практически без пауз. Может устать, могут пойти травмы. Его даже в ударную бригаду не включали. Но нужна замена. Нужна замена. Какие-то матчи должен Проскуряков пропускать и отдыхать. Но Мельничуку, конечно, нужно много работать, много тренироваться, потому что как-то пока небольшой регресс наметился. Леонид, а как вы считаете, вот Проскуряков-Мельничук – это окончательная бригада в тракторе? О, это сложно. По тракторам все сложно. Я о другом. Артем сказал, что он там в Питере хорошо играл, он и в Нижнем здорово играл. Но вот Мельничук, кстати, это очень похожая история для меня с Пайгиным. То есть это такой, вроде бы, человек претендует на, так сказать, позицию элитного вратаря, а не просто первого, а элитного прям, да? Там Закян ездил, все. И в то же время у него вот такие проблемы. То в одном клубе, то в другом клубе, то там он не заиграл, то здесь он не заиграл. Меня такие персонажи всегда пугают. Когда, ты понимаешь, мы видели игры его очень сильные, мы понимаем, мы думаем, вот когда смотрю, когда лично я смотрю на таких вот вратарей, допустим, и я вот смотрю, думаю, где его истинный уровень. Вот первый период против Сочи или то, что он играл там в Нижнем Новгороде ИСКА. Вот какого уровня это вратарь? Ну, посмотрим. В любом случае, желаю ему удачи там в Челябинске, но хотелось бы, главное, от вратаря, хотелось бы стабильность. И вот что самое главное, чтобы люди, которые защитники там перед ним, чтобы они не дергались, что там сейчас может прилететь. Вот что требуется от вратаря. Друзья, у нас еще сегодня на очереди Сочи, Торпеда и Минская Динамо. Поэтому давайте мы сейчас к южной теме, то есть к теме Сочи и вернемся вновь. Итак, у нас в Сочи еще одна, вторая в сезоне тренерская отставка состоялась. И Андрей Назаров покинул пост главного тренера хоккейного клуба Сочи. И у меня в этой связи вопрос. Вот, Леонид, как вам кажется, может быть проблема в том, что главных успехов Назаров как тренер добился при помощнике Игоря Калянина, а теперь, когда Калянин ушел на покой, может быть, без него-то и не получается уже ничего? Тут, может быть, даже не в конкретной фигуре Калянина, так сказать, проблема, а в том, что действительно вы приглашаете главного тренера. Вы понимаете, какие у него сильные стороны, какие слабые стороны? Соответственно, что? Слабые стороны надо нивелировать, сильные, наоборот, там подсветить. Но у меня такое впечатление, что просто пригласили Назарова и все. Хорошо. А какие вот слабые, сильные стороны у Андрея Назарова? Вы понимаете? Я, да, а ты нет? Давайте скажу. Вы как про тренера сейчас говорите? Нет, как про человека. А я как про тренера. Ну, конечно, как про тренера. Это понятное дело. Дело в том, что он очень сильный мотиватор. И я не уверен, что, скажем так, предсезонная подготовка команды – это его конек или там тактическая подготовка. Соответственно, надо, значит, в этом направлении работать, надо понимать. Но вот что-то мне подсказывает, от души желаю Светлова удачи, но что-то мне подсказывает, что вот та ситуация, в которой сейчас Сочи, там ни один тренер не спасет. Давайте мы про Светлова еще чуть-чуть поговорим. Действительно, Сергей Светлов вместо Андрея Назарова теперь главный тренер. Но, ну, давайте про Светлова, ладно, сразу. Давайте про Светлова, хорошо. Артем, как вот ты считаешь, у Андрея Назарова мы поняли, сильная сторона – это мотивация, что сильная сторона у Сергея Светлова? Назаров, между прочим, глотово для первой тройки с капот готовил. Он его к Олимпиаде готовил. Он готовил его к Олимпиаде. Вот уже следующий этап. Что касается Светлова, то вот, наверное, как раз-таки тоже неплохой мотиватор. То есть одного мотиватора на другого поменяют. Что, плохо мотивировал? Ну, наверное, батарейки закончились, уже методов для мотивации новых не было. Старый исчерпал, а вот пришел человек со своими. Кстати, один бывший динамовец сменил другого. Да, так интересно получилось. Но я думаю, что Светлов тоже на коротком этапе оживит, встряхнет команду. И интересно гораздо посмотреть, что будет дальше. Ну, потому что там отрыв просто километровый от зоны плей-офф, точнее отставания. И я, честно говоря, соглашусь с Леонидом, я тоже не верю, за счет чего сочинцы в плей-офф могут попасть. То есть мне кажется, что этот сезон потерян. Причем он был потерян еще с предсезонки, которую Назаров взял на себя. Сказал, я знаю, как готовить команду. Ну, вот он ее подготовил. Так что они с провалом, с треском провели первые полтора месяца в этом сезоне. Вообще, там же ведь нужно говорить о том, что новый тренерский штаб формируется. Тут им бы тоже самим разобраться у себя в доме, кто за что отвечает. На это тоже время потребуется. Хорошо, Леонид, а вот если мы будем возвращаться к кандидатуре Светлова. То есть почему Светлов? Вот он весь прошлый сезон не работал. Позапрошлое, если брать его, уволили из Амура уже в сентябре. Такая была пауза. Не опасно ли подписывать тренера, который после такого простоя, может быть, уже какие-то навыки забыты или утеряны? Он там живет через дорогу, у него квартира. То есть в этом логика основная? Нет, на самом деле я думаю, что когда такой пожар, и в середине сезона меняют тренера, команда на последнем месте, нужен человек с каким-то опытом. У Светлова большой опыт работы именно в таких командах, где пожар. Я так думаю, вот такая была, так сказать, идея. Я просто к тому, что, смотрите, Сергей Светлов был свободен весь прошлый год. Никто не назначил Светлова. Воробьев, которому нужен был помощник, не позвонил Светлову. Он ждал, когда Рябыкина освободится. Может, Светлов с помощником не готов работать, он только главный. Ну, хорошо, но почему летом, допустим, ни одна команда, в прошлом году, ни одна команда не заинтересовалась? Занято местом. Просто не было места свободно. Да, он в очереди стоял, вот сейчас и подошло. Ну, а кто мог назначить? Авангард, Акбарс? Ну, я думаю, что по статусу команды не для Светлова. Хорошо, посмотрим на Сергея Светлова, здесь теперь на посту главного тренера Сочи. Ну, и в Сочи приехал тоже еще один новичок. Это вратарь, это Михаил Бердин, который вернулся в Россию в этом сезоне с такой несколько странной историей. У него контракт еще на этот год с клубом «Энхел» «Виннипек Джетс». Но Бердина отпустили, несмотря на контракты с Северной Америкой. Это такая специальная программа, которая обычно занимается игроками, которые там ловят либо на пьянстве, либо там еще на каких-то таких вот проблемах. И вот Бердина в рамках этой программы отпустили в Россию, потому что Бердин захотел в Россию, потому что он сказал, что он очень скучает, ему нужно быть семьей. И никак он не может после нескольких лет уже, видимо, в Северной Америке, которую он провел, никак он не может без родных и близких дальше играть. Как вам эта история, Артем, ты понимаешь, в чем вообще смысл именно такой формулировки возвращения обратно в Россию? Ну, замерз в Виннипеге, захотелось море погреться. Ну, если серьезно, то я думаю, Андрей Зюзин не последнюю роль сыграл в этом переходе. Я думаю, он постоянно с Бердиным общается, и раз уж возникла проблема с вратарями, я думаю, собственно, Андрей склонял Бердина к переходу в Южный клуб и, наверное, гарантировал, что будет играть много. Вот и все. Подождите, про программу. Бердин сказал, что он едет играть в плей-офф. Ну, интервью. Возможно. Нет, невозможно, он так сказал. Только он не сказал, в какой команде плей-офф, в какой лиге он собирается в плей-офф играть, и где они в плей-офф собираются играть. Ну, давайте вот самого Бердина послушаем, вот что он сказал в интервью, там, по-моему, нет про плей-офф, но есть про другие вещи. Хороший город, мне очень нравится климат, красивая природа, я очень люблю природу, люблю закаты. Но сейчас пока времени насладиться этим нет, у меня была болезнь, сейчас еще к играм готовимся. Может, когда будут выходные, будет время прогуляться, обязательно все посмотрим. Но город знаю хорошо, мне очень нравится здесь. Довольно скомканно, на самом деле, я не успел на рейс такой очный, затем у меня не прилетел багаж, мы его искали, он потерялся в Турции где-то. Затем я вышел на лед здесь, потом у меня болезнь появилась, я простыл. Я вот сейчас выздоровелся и готов к бою. Сколько часов вообще-то летел из Канады в Россию примерно в общей сложности? Не может, не знаю, 125-30, наверное, не считал. Я провел там, я считаю, основную профессиональную карьеру последние 7 лет. Я не буду себя распаливать, что я набрал и свои плюсы оставлю при себе, зачем они все сразу закрываются, все секретно перед играми. Приметов особых нет, просто готовлюсь, это сохраняю свою энергию. То есть об игре особо не думаю, чтобы не перегореть, делаю свою рутину, то есть знаю, как тренироваться, знаю, как правильно подойти. Для меня уже это не первый сезон в профессиональном хоккее, поэтому я знаю, что сделать, я буду и сделаю. Мы потихоньку начинаем, я не спешу с этого, чтобы слишком много на них информации не было. Также для меня этот опыт начнет набираться постепенно в играх, через тренировки тоже не все может прийти сразу. Мне тоже нужно выйти, почувствовать шайбу, я давно не играл. Это они начнут понимать то, что, вы знаете, там много с клюшкой играют, для них это будет не в привычку. Будем потихоньку все добавлять, разговаривать по ходу игр, все сразу тоже не дашим. Это был Михаил Бердин, который вернулся в Сочи, вернее, в Россию и подписал контракт в Сочи из-за закатов. Да? Правильно? Так же в интервью было, он сказал, я люблю закаты. Леонид, вы когда-нибудь сталкивались с игроками, которые подписывают и выбирают команду из-за красивых закатов? Ну нет, я другой думаю, закаты только в Сочи или они где-то еще в каком-то городе есть? В Виннипеде нет, в Виннипеде только рассвет. Ну, тогда понятно. Ну, в общем, так это все немножко необычно выглядит. Вообще все. Вот с этим вратарем все необычно. Прямо как началось, и вот так прям все необычно. Ну, посмотрим, что будет на площадке дальше по ходу сезона в хоккейном клубе Сочи. Еще одно возвращение из Северной Америки. В Нижний Новгород приехал нападающий Владислав Фирстов. Фирстов – это участник обмена между Локомотивом и Торпедой. Помните, там в Локомотив отправился Чихович, а торпедовцы получили права на нескольких игроков, и они все в итоге вот теперь приехали. Фирстов был последним, и он на контракте с Миннесотой, но это прямо вот он приехал в аренду, и один матч уже успел сыграть. Леонид, вы ведь комментировали, да, эту игру. Какое впечатление на вас произвел Фирстов все-таки нападающий, который, я думаю, мало кто знает в нашей стране, потому что он несколько лет сейчас играл в Северной Америке, он был на Молодежьем чемпионате мира у Ларионова вот в той сборной, но там как-то тоже особо ничем не запомнился. На меня он очень хорошее впечатление произвел в первой игре, и мне посчастливилось ее комментировать с королем статистики Кириллом Корниловым, который выяснил, что первые 16 передач этот парень в игре сделал точно. А вторые? Ну там он, по-моему, на 23-й. Короче говоря, когда было 23-й, то у него была одна ошибка. Я к чему говорю? Он, понятно, что это всего одна игра, да, но вот в этой игре на меня он произвел впечатление игрока, который может создавать. Понимаешь, вот работать могут многие, там, бегать, по стеклу выбрасывать и так далее. А он постоянно пытался играть креативно, и вот можно, конечно, иронизировать на эту тему, но, вот представляете, первые 16 передач у него точно. Причем он не просто там с ближним стоял, перебрасывался, он прям там в большинство играл и так далее. Если вот этот парень будет держать такой уровень, как вот он показал в игре с московским «Динамо», то мои поздравления Нижнему Новгороду. Хорошо, ну и давайте напоследок мы еще одного тренера обсудим. Дело в том, что в тренерский штаб Минского «Динамо» вошел Александр Андреевский. И мы вот говорили о ситуации Кравец-Рябыкин, когда Кравец стал помощником Рябыкина, а потом и главным тренером. Так что, Данил, как вы думаете, похожа ли эта история? Можно ли ждать, что сейчас, если Минский еще что-нибудь проиграет, то Андреевский уже превратится в главного? Андрей – это капитан очевидный. История очень похожа. И понятно, что мы прекрасно понимаем, что Андреевский, по сути, это главный тренер. То есть, я не знаю, в Минске как, но тренеры, они же, вот, например, Рябыкин, мы говорим, что не сегодняшний день, но пока ассистент главного тренера. Очень хороший, но ассистент. А Андреевский, мне кажется, это главный тренер. И то, что вот он там стоит на лавке. Ну, мы же того и обсуждали. Там одна проблема, там надо рубашки принять, а то они как на кладбище, а так вот в черном стоят. Вот мы в белых же сидим. Хорошо, Артем, мы про Вудкрафта всегда говорили, что у него хороший контакт с легионерами, что североамериканцы во многом приезжают в Минск благодаря Вудкрафту. Они здесь получают много игрового времени. Если, предположим, становится Андреевским и, правда, главным тренером, то что дальше? Это с легионерами вот этот канал связи, он как, обрубается или нет? Контакт у Вудкрафта хороший с легионерами, но я вижу, что на предсезонке команда очень плохо поработала, потому что вот прям проблема налицо. Первые 5-7 матчей Минчане буквально летали по льду, а потом наступила именно функциональная яма. Это начало свежести? Думаю, да, я уверен в этом. Да и я это вижу, уже не первый год. Команды без предсезонки. Даже Емелин говорил где-то в интервью, что у него такой легкой предсезонки, там, за долгую-долгую карьеру еще не было. И это все сказывается, особенно, когда плотно играют в игр. И с таким составом Минчане сейчас играют просто ужасно. Привилегии громадные. Три пятерки легионеров, всего три команды у нас в лиге могут иметь такие условия. И с таким подбором исполнителей Минчане в пятерки, ну в шестерки точно на Западе должны быть. Поэтому именно Вудкрафт, как мне кажется, не справляется. Контакт может быть какой угодно, но когда у тебя бензин закончился, когда ноги не бегут, на одних руках ты в современном хоккее не выйдешь, ничего не сделаешь. А что касается Андреевского, то я думаю, он контакт найдет. У него вообще с коммуникабельностью проблем не было ни в одной команде. Я два года, полтора там работал с ним вместе. Могу сказать, что именно как человек, отличный специалист, никогда не скажет что-то за спиной, есть какие-то вопросы, всегда все в глаза. И в принципе тактически тоже, я думаю, тренер сильный. Ну и легионер зарплату получает в клубе. Какие вопросы? Он деньги платит, работаете, выполняете задачу. Потому что там есть в чем добавлять Минчан. А потом, Андрей, он же, насколько я понимаю, играл в Северной Америке. Играл, да. Я так думаю, что языковой проблемы там не должно. В Финляндии играл, да. В Германии. Ну, язык он знает, скажем так. Может быть, не в совершенстве, но по-английски, я думаю, изъясняется неплохо. Хорошо, друзья, ну давайте посмотрим и за Минским, Динамо, естественно, будем следить. Произойдут ли там еще какие-то изменения в тренерском штабе или нет. Мы это узнаем, я думаю, в ближайшее время. А если что, обсудим потом и в нашем следующем выпуске программы «Трансферы», которая выйдет в эфир примерно через месяц. Сегодня у нас на этом все. Благодарим наших экспертов. Леонид Вайсфельд, Артем Башков, меня зовут Андрей Юртаев. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. До свидания.